О том, как работает общественность субсеха в этом направлении, рассказал председатель Совета общественности Александр Касьянов. За два года активисты провели 130 мероприятий с местными жителями по программе «Антинарка». Главный наркополицейский Анапа Адам Ханахок считает, что этого недостаточно. Нужно помогать службам наркоконтроля по выявлению фактов выращивания конопли, тем более, что они имеют место быть. Если кто-то выращивает коноплю, то соседи видят это. Они просто не могут не видеть это. Значит, недостаточная работа проводится в целом в сельском округе с населением. О том, как добиться результативности антинаркотической работы, рассказал начальник отдела по взаимодействию с АТОСами Юрий Тюняев на конкретных примерах. В виноградном Гастагаевском сельских округах общественники из числа квартальных комитетов, помимо профилактической работы, участвуют еще в объездах территорий с целью выявления мест произрастания дикой и культивированной конопли. В Гайкадзоровском и Витязевском сельских округах поведение граждан, ведущих антиобщественную область, рассматривается не только на заседаниях Советов общественности, но и на заседаниях национальных диаспор. Не случайно в этих сельских округах один из низких процентов зарегистрированных в случаях употребления или продажи наркосодержащих и психотропных веществ. Большой опыт работы, который уже начинают заимствовать наши соседи казачьи общества Украины, накопили анапские казаки. Главное – уберечь детей. Поэтому казаки взаимодействуют со школами и конкретно с семьями, проводят спортивные состязания. Как пример работы со школьниками послужил доклад директора школы номер 11 села Супсех Светланы Амариной. Педагогический коллектив начинает планировать работу по программе «Антинарка» и борьбе с табакокурением в начале каждого учебного года с анонимного опроса учащихся. Анкетирование прошлого года показало. Подростков, это 3%, не верят, что привыкание к наркотикам возможно при однократном их употреблении. Мы расценили это как тревожный сигнал и дальше работали именно по этим ребятам. Самая результативная профилактика против любых негативных проявлений – это занятость учащихся. Светлана Амарина подробно рассказала, как и чем занимали учащихся и на конкретных примерах, кого удалось отвлечь от праздного времяпровождения и улицы. В марте наркоконтроль проводит акцию «Скажи, где торгуют смертью». Заместитель главы Людмила Гузенко еще раз напомнила о важности телефонов доверия не только в ходе акции. Телефоны доверия всех служб, как антинаркотической, как семьи и детства, как здравоохранение, комиссия по делам несовершеннолетних, они должны быть доступными максимально и размещены во всех местах массового пользования.